друзья всем привет мы снова с вами вот два моих помощника ричард и симба и я немножко сегодня расскажу о своих планах на уличные кашпо шортах я сняла короткое видео вот про эту композицию она у меня еще не высажена потому как буду я ее высаживать где-то через неделю сейчас у меня немножко другие планы они подрастут за это время ну что я хочу рассказать вкратце вот это вот будра варигатная она у нас растет практически во всех садах но зелеными листочками и цветет сиреневым а вот такая варигат на используется для кашпо она ампельная не спадает и как бы придает такой такой интересный вид объем нашим уличным кашпо следующее растение первый раз я с таким сталкиваюсь только смотрела о нем видео это калацефалус вот он у нас стал продаваться в садовых центрах хочу сказать что конечно связи с войной ассортимент где-то поубавился в садовых центрах может быть меньше импорта вот это уже наши выращивают вид у него вот ну вот такой вот конечно я в интернете видела более презентабельные экземпляры когда они приходят допустим из голландии ну а это вот наше выращивание он должен быть таким серебристым шариком похожий на коралл и в принципе это растение которое можно сохранить потом зимой у себя дома помещение естественно наших широтах она не зимует ну а вот занести кашпо домой и она будет к следующему году и также его одно хорошо черенкуется я поняла может быть и я займусь этим так ну значит следующее это бакопа вот тут у меня два горшочка вот такая вот бакопка я поняла что она очень хорошо зимует и разрастается я еще такой куплю возможно вот эти вот два экземпляра я высажу у себя под райской яблонькой потому что там у меня пропал один из кустов тимьяна я только что выкорчевала и там растет уже бакопа полянка прям целая вот ну а сюда я докуплю ну пока что как бы вот так вот оно должно выглядеть то есть зеленый такой молочный оттенок серебристый сиреневый вот такая вот ромашка было написано просто ромашка но я смотрю что она какая-то немножко не не необычная вот любом случае сорт не указан так опять колоцефалус и опять будра конечно это все разрастется в процессе сейчас у нас только конец апреля я думаю уже к середине лета это будет полностью заполнена кашпо я планирую его вот на это место они тяны глазки у меня подращиваются здесь и уйдут на кладбище те растения что сейчас продаются вот в садовых центрах они очень маленькие и как бы декоративный вид у них еще как бы не на не набран а вот такие вот подрощенные я высажу и как раз будет хорошо можно было и там но у нас там своя специфика так что вот я планирую сюда посадить поставить вот это вот кашпо из этих вот новых для меня растений такие я еще не составляла кашпо что еще я планирую я планирую кашпо с колеусами значит вот таких у меня три сорта колеуса мне подружка моя подарила вот и у двух я с верхушечки отрезала уже вы не укореняются в грунте и также вот дает корешок вот такой вот листочек то есть колеусы можно даже листочком листочком видите размножать это тоже у меня будут будущие растения и и их колеус можно хорошо компоновать вот такой бегонии вещь вечно цветущий как-то ее называют ну в общем она до морозов с ней ничего не делается иногда поливаем все городские клумбы вот такой бегонии засаживают и она в общем-то неприхотливая и довольно декоративная то есть вполне этот вот красный оттенок колеуса и бегонии могут быть дополнены одно другим один из листиков может быть вот этот вот я подсажу сюда к флорофитуму потому что мне если честно эти листья они еще пока не решила где их буду рассаживать по маленьким горшочком не хочу потому что они где-то до пересохнут у меня вот сюда подсажу ну и еще куда-то вот то есть это у меня пока что такие наметки на будущее возможно я буду посещать садовый центр и еще что-то себе подкуплю ну вот как бы хочется уйти от традиционных кашпо с петуниями герани у меня тоже в свое время было очень много пеларгоний и королевских и зональных и вьющихся ну как бы тоже они мне поднадоели мне хочется чего-то вот такого ну как я уже сказала вот эту бакопу я подсажу под дерево сейчас я покажу куда и сюда докуплю что-то либо какой-то колокольчик ну вот что-то голубое или сиреневое у меня получается вот тоже композиция с анютиными такая нежная сиреневая с желтым это у меня котик желаний его можно носик тереть и заказывать желание тут стоит нюхает цветы и как бы я хочу чтобы все было в таких вот нежных тонах красные колиусы пойдут куда-нибудь в другое место возможно там где мангал там где мангал у меня там сейчас подвесном кашпо традисканция вот это с такими свекольными листьями подращивается вот ну из такого из нового тоже я фотографии делала у меня бугенвилия и я так подозреваю что это французская лаванда потому что как обычно у нас когда продают пишут просто лаванда то есть не уточняя вот ну очень она мне похоже именно на французскую нее нежнейший аромат более мягкий чем у моей английской лаванды поэтому я ее считаю французской ну и вот бугенвилия которую я планирую не особо сдерживать в росте чтобы она была хотя бы там до полутора метров пока что вот она цветет здесь облетели цветочки и начинается рост этого побега ну в общем будем смотреть за ней наблюдать дальше буду вам показывать значит здесь у меня подращиваются мои гортензии которые я выкопала из неудачных мест которые были посажены ну неудачно где-то заглушены в общем пока что они здесь в кашпо а потом я найду куда их пересадить пока что вот они так укореняются это хакура нишики я покупала ну не знаю обманули не обманули пока она не порозовела не знаю нет значит просто где-то высажу так и сейчас я покажу что у меня здесь происходит ой смотрите какая полянка из барвинка если есть место в саду где можно так вот посадить барвинок очень это как стелющийся кустарник считается даже где-то смотрела вот вечно зеленый вон он на забор ползет сейчас садовых центрах его стали продавать активно есть разные сорта у меня два сорта еще есть более крупным цветочком но его пока еще мало он не так развился ну вот что творится с чистотелом ничего не сделаешь он летит отовсюду так что пока пока где-то вырвала где-то оставила вот значит что здесь здесь мокрица полностью меня запуталась вокруг этого можжевельника он был весь заросший я прополола и читаю такое что мокрица живет там где сеется где тяжелые почвы их нужно более делать легкими за счет песка ну посадку я уже не могу поменять как бы вот я присыпала пока песком может быть еще взрыхлют там в землю немножко заделается и посмотрим будет ли мокрица так активно здесь расти после вот того как я песком посыпала так вот уже роза у меня это остинка название не помню как раз правила свои стебли вот уже бутоны формируются здесь на концах стеблей тут конечно под ней тень там вот я маленький готовничек посадила может его придется и убрать мне просто некуда было его сажать и я ткнула куда абы куда вот тоже розы готовятся к цветению здесь вот новая моя посадка не было видео ну и хочу показать как вот я рассаживала гейхеры и вот они смотрите вот вот гейхерка все были дожди и они явно укоренились потому что они прям такие свеженькие свеженькие вот этот рядок я рассадила гейхеру и такие действительно у меня два сорта вот есть вот такая прям баклажанового цвета а есть бордовая вот я получается рассаживала бордовую а вот это баклажановая вот она одна вот она здесь ну я тогда не успела больше рассадить вот этот вот я куст просто прикопала стволик и вот смотрите на этом стволике который прикопан прикрыт землей пошли новые почки то есть обязательно нужно даже если вы гейхеру не успели пересадить и у вас оголился ствол засыпать ее землей она не пропала вот живучка как хорошо тут разрастает ну и видите место тут тенистое я снимала видео когда еще не было с такой листвой обильный а тут вот смотрите тенистое место отрос и в принципе вот этим вот гейхером и бересклету тут хорошо тут два вида бересклета вот этот зелено-желтый вообще тут разросся я его нещадно вырезала вырывала вот тут напала гусеница на него кстати 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 уже не знаешь от чего все обрабатывать ну огневка самшитовая или что-то там еще подъедает мой самшит хоть я уже дважды его обрабатывала вот смотрите кубла гнезда но воробьи мне в помощь они я смотрю склевывают этих вот зеленых гусениц я наверное сегодня перед отъездом опять обработаю потому что у меня же еще проблема что тут коты лазят коты лазят в этих под самшитами ну то все-таки химией не хочется обрабатывать ну и что я хочу сказать конечно уже я смотрю садоводов германии франции они уже стараются самшиты не высаживать и в садовых центрах есть альтернативы виде других вечно зеленых кустарников но у меня уже самшит можно сказать древний довольно большой тут с двух сторон и мне жалко его терять буду я его конечно пытаться сохранять обрабатываю вот эти все годы вот ну подъедает конечно подъедает так вот клематис у меня вот тут вот смотрите тоже видно не видно бутоны вот бутон хорошо пошел в этом году здесь одна веточка яде о том что то вырву то при прополке новый стебелек смотрю сломала ну в общем с клематисами у меня не очень дело обстоит так а вот тут вот нарциссы думала что они уже и цвести не будут смотрите этот простой нарцисс тут получается ботвы много у него а цветочков раз-два и обчелся он как-то тут у меня мало цветет ну тут я вообще не вижу ни одного бутона честно так вот тут тоже бутончики будут на розах да вот вот тут вот баку посмотрите как она разрослась из маленького вот такого горшочка как я купила в этот раз вот такой полянкой мне тут она простая простой цветочек но очень он красиво смотрится тут у меня анютки косили и все присыпано кусочками травы так и вот тут вот я выкорчевала тимьян не посажу здесь две вот этих сиреневых бакубки а еще один тимьян у меня тут есть но я думаю тот я его не обрезала и он просто уже от старости ему много лет вот а этот хороший зелененький условия произрастания одинаковые водосбор тут сам посеялся я его отсветет тут же срежу под корень но он потом опять нарастет уже выкапывать не хочу вот вот будра вот будра обычно вот она вот так вот выглядеть ее полно я ее вырываю она все есть и есть не переводится злосчастный пырей все равно лезет хоть я и обрабатывала и вокруг вот у меня все сухое это я обрабатывала гербицидами и конечно повредились попала на вот эти вот анютины они видите некрасивые такие ну что делать невероятный аромат от райской яблони то есть если у вас есть место вам не жалко посадите райскую яблоньку это просто такое наслаждение вы себе не представляете ну или представляет тот у кого она есть посмотрите какой цвет обычная яблоня так не пахнет я просто хожу и каждый раз каждый раз пою оды хвалебные этой яблони и смотрите сколько пчел пыляет как хорошо так ну вот розы мои розы которые я нещадно вы вырезала в этом году и вот они какие огромные опять наросли вот мак тоже все заглушил по соседству ну отсветет и я его под корень вырежу здесь вот на пион попал гербицид и он такой кривенький косенький вот здесь пион получше ну я за ними тут вообще как бы даже не слежу если честно за этими пионами двое два отсюда пересадила и бутоны вы знаете остались на них посмотрим за цветут или нет но бутоны остались так красиво вот вытянули свои стебли баданы уже цветают ну так вот она смотрится издалека котовники какие огромные придется их наверное убирать ну пока что вот этот вот лавандин я не вижу чтобы он шел сильно в рост пока вот тут котовники прикрывают землю мне еще вот сюда что-то надо посадить можно было сегодня купить санерарию но что-то я про нее забыла вот это перезимовала два кустика тот вот погиб можно было санерарию она серебристая тут как раз был бы хороший фон это моя сакура молоденькая сакура вот это детка древовидного пиона которая у меня проросла и семечко я ее сюда пересадила вот такой кустик вот вторая сакура тоже я уже их показывала ну здесь цвета мало немножко цветочки отличаются если честно ну или лист и листвой отличаются здесь вот прямо такая баклажановая листва такая останется а там вначале она розовая была молодые побеги а потом она становится зеленым листок есть здесь сирень смотрите уже конец апреля по всю во всю сирень все рано в этом году не только у меня где показывают такие вот ранние цветения тюльпаны отошли тут же их даже выкосили так вот смотрятся и гортензии ландыши вот они полянка с ландышами ну тут похоже муж тоже частично их скосил ничего страшного вообще говорят ландыш это сорняк саду ну здесь у меня под забором как бы он мне не мешает абсолютно абсолютно не мешает и мне приятно что у меня есть свой ландыш вот люблю 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 тут у меня черешня вот уже смотрите будут плоды конечно не весь цвет будет плодоносить какие-то пустые какие-то с ягодками может еще попробуем ну и вот роза тут не всю я ее проредила конечно после весны вот такой эффект и на третье вот уже начинают начинают ирисы то что тоже всегда конец мая было данный вот напоследок я вам покажу еще один барвинок тут он привял даже тут крупнее цветок у него такой цветочек и он как-то так больше вверх кустиком растет видите вот так вот вверх барвинки хорошо почвопокровник закрывает эту голую землю вот здесь вот непонятно что сажать опять же под многолетниками лезет пырей начинаешь его вырывать вместе с многолетниками например так же как с ирисами это невозможно ну прям не знаю что и делать и вот такая у меня тут анютка красавица я ее тоже уже показывала все друзья иду работать дальше на следующих встреч пока пока